Дорогие друзья, сегодня служение Пятидесятницы. Это служение, тема сегодняшнего служения Пятидесятница. Пятидесятница, скажи Пятидесятница. Что же это за праздник такой? Действительно ли всегда на служении Пятидесятницы, когда приходит этот день Пятидесятницы, действительно ли всегда нужно молиться, чтобы мы получили Духа Святого? Действительно ли это служение всегда должно быть таким, где манифестируется Дух Святой, и мы видим его, ощущаем его? Действительно ли это единственное, что Духу Святому есть Духа Святого? Действительно ли это самое главное? Знаешь, в Таллине, в 1970, в седьмом году, осенью, очевидцы рассказывают, это произошло в церкви Оливиста. И это все имело предысторию, это молитвенные группы. В те времена одна из первых групп прославления в Советском Союзе была в Советском Союзе. Это атеистическая земля. Это то время, когда церкви разрушали и там устраивали склады. Это было время, когда пастора и все активисты их были сосланы. Времена, когда в школах были кружки атеизма. Время, когда в лучшем случае когда-то какие-то старики рисковали, чтобы своей жизнью рисковали, чтобы пойти в церковь. В противоположном случае их исключали из общества. Никто не мог руководящие какие-то должности занимать нормальную работу, если ты утверждал, что ты веришь в Иисуса Христа. Поэтому нужно понимать контекст, какое время это все происходило. Чекисты, КГПшники решили уничтожить последние остатки церкви в Эстонии, конкретно в Таллине и все конфессии собрать в одно место. У них была такая идея, что они все рассорятся между собой, расколятся. Это и происходило фактически, но на этой базе, в этой церкви основались эти группы молитвенные и люди молились. Первая группа прославления, одна из или вообще самая первая во всем Советском Союзе о таком прославлении, как у нас, речи не могло идти. Им нужно было бы еще поучиться у нас. Это было самое начало, чтобы возобновить нормальные служения, и они начались в Таллине. Такова предыстория. И однажды это произошло в 1977 году осенью. Если кто-то был в Оливийской церкви, это очень высокая башня. В свое время это была самая высокая башня в Европе. Очень высокая башня этой церкви. И рядом там был КГБшный комитет КГБ. Очень хорошо они могли наблюдать за тем, что происходило в церкви. Они были рядом. И кто-то был там. Из комитета безопасности звонили пасторам. Пастор Рейнис. Еще кто-то там были. Эти основатели этого пробуждения. Им из КГБ звонят и говорят, почему вы не пускаете людей в церковь? Вечернее служение было предусмотрено только в 6 вечера. Но времени еще не было и 2 часа. И их спрашивали, почему не пускаете людей в церковь, в помещение. Люди собрались со всего Советского Союза. И оказалось, очевидцы потом рассказывали, что даже из далекого и далекого Востока приезжали. Даже из тех мест приезжали люди. Интересно, как они нашли. Верующие люди. Верующие люди во время гонений, когда люди были в подполье убраны, загнаны, они видели видение. То место с высокой башни. Место с высокой башни. И сильное побуждение пойти туда. Из разных республик Советского Союза. Просто так приезжали в это место, смотрели в карте, где высокая башня, где высокая церковь. Находили Таллинн и приезжали в это место. Представляете? Это сверхъестественно. Как люди там собрались. Службы безопасности звонят и говорят, пускайте людей внутрь. И в два часа уже началось это служение. И очевидцы, которые все это пережили, они говорят, свидетели. Я сам лично верю. Я сам встречался несколько недель назад с пастором Рейнисом. И видно, что он рассказывает, и видно, что он пережил это лично. Он такой, всегда такой свежий. И даже на записи, где он все это рассказывает, это видно, что он пережил это. В Эстонии, в Таллине, в Оливийской церкви, пастор Баптистской церкви. И он говорит, вдруг звучал такой звук, как будто сто локомотивов одновременно начали сигнализировать. Представляете? Одна, которая проезжает мимо. Одна машина скорой помощи. Насколько это неприятно. Одна машина скорой помощи. Или одна пожарная машина. Один локомотив. А свидетели говорят, что там как будто бы звук от сто локомотивов. И такой звук, как от духовения ветра. И наполнило это место. Этот звук прозвучал во всем городе. И люди с площади Ратужской прибегали туда и смотрели, что же произошло. Начали сыпаться с потолка штукатурка. И пастор Рейнис сам говорил, что пришел один человек, сидел инвалид в коляске. У него вдруг появилась вера. Он сказал, встань и ходи. Он отбросил свои эти вспомогательные коляску. Впоследствии там целая куча была этих аппаратов слуховых аппаратов и костылей. вспомогательных разных инструментов, средств. Люди начали исцеляться. Люди падали на землю. Они видели видение. Начали говорить на языках. Это было сверхъестественно. Со всего Советского Союза. Люди приезжали туда и начали приезжать. Со всего Союза. У них даже была такая система билетов. Советское время, представляете. В те времена их могли осудить за это. Но каким-то образом КГБ это допустили и в свое время не реагировали. Все-таки Эстония это такое ворота на запад для Советского Союза. И там нужно было так показать. Показательно сделать, как будто бы там свобода религий. И чтобы с запада смотрели и видели, что Советский Союз нормально выглядел. Так так эти диктаторские государства делают. В Латвии, Литве, Эстонии было немного по-другому. Немного посвободнее, чем внутри в России. И внутри России тоже происходили какие-то бунты. Даже милитарные бунты, военные бунты. Здесь было свободное. Там это все не церемонились. Там просто высылали, обстреливали. Здесь немного посвободнее. После изначальных репрессий и оккупаций было немного по-другому. И одна из причин это было, чтобы такое впечатление перед западом проявить. приехал один астронавт из Америки, из Финляндии, которые уже пережили Дух Святой. И они хотели пережить еще раз такую церковь, которую Бог предусмотрел. И учили людей, что такое Дух Святой, что такое крещение Духом Святым. первое учение привезли обо всем. И приезжали со всего Советского Союза. И они несли этот огонь, который они получили. Это называется пробуждение Духа Святого, христианское пробуждение со всего Союза. И они потом возвращались в свои места, в разные группы, в разные подпольные церкви. Там тоже они несли это Дух Святой. И там начались пробуждение. И в Латвию Янис Озеленкевич, который пережил это пробуждение, видел своими глазами, он понял, что и нам в Латвии это нужно в советское время. Он пригласил одного из лидеров этого пробуждения, пригласил в Латвию. Он приехал, здесь провел служение в Елгаве, в Лютеранской церкви, где было 300 мест. Но люди собрались тысячами. И как он сам говорит, епископ Янис Озеленкевич говорит, что от количества этих людей конденсат появился на стенах. Так много было людей. И капали. Это все произошло в Таллине, и что-то подобное начало происходить. И в Латвии, и в большой мере мы здесь сегодня можем поблагодарить тех людей, которые в то время несли этот огонь пробуждения в Латвии. Церковь, одетая в силу, чудесами и знамениями. Такое переживание, такая манифестация Духа Святого, это не значит, что потом будет строиться церковь. Но Иисус сказал Петру, Симон, Симон, ты будешь Петр, ты будешь скалой, ты не травинка, ты скала, и на тебе я построю свою церковь, и врата ада ее не одолеют в силе Духа Святого. Цель силы Духа Святого. Почему Бог дает эту силу одна, чтобы построить церковь на земле? Потому что именно через церковь происходит то, что мы молимся, о чем мы молимся в Отче Наш, что есть в сердце Божье, что есть воля Божия, чтобы Царствие Божие пришло как на земле, так и на небе. Через церковь Иисус пришел на землю, подготовил двенадцать учеников, подготовил церковь, вложил потенциал, знания, как строить такую церковь, одел силой Духа Святого и сказал, идите и проповедуйте. Всем народам. Идите и сделайте учениками все народы. Крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ты будешь Петром. Ты был Симоном. Ты был травинка, которая сомневается и качается. Но ты будешь Петром, и на тебе я построю свою церковь. Цель пришествия Духа Святого это церковь, чтобы через церковь каждый человек познал Христа и присоединился к плоти Христа. Мы голова, мы его плоть. Он голова, мы его плоть. Вот цель Бога. Очень многие люди переживают силы Духа Святого, но они не дружат с головой, они не изучают Божие Слово, они не доверяют тем, кто действительно несет свет и истину. и все остается только переживанием. Мы видели, как манифестировался Дух Святой, мы видели чудеса, мы пережили Духа Святого, силу Духа Святого, мы это видели, но мы разумом не приняли то, что же Бог хочет, чтобы мы делали со всем этим. Бог хочет, чтобы мы строили церковь. И поэтому нам вопрос, действительно нужно всегда молиться, чтобы Дух Святой коснулся? Ответ – нет. Это не самое главное, не важное, что мы должны делать и о чем молиться. Самое главное, о чем нужно молиться, чтобы та сила, которая нам уже принадлежит, та сила, которая принадлежит уже нам. Здесь не идет речь об эмоциях. Здесь речь идет, если ты принял Иисуса Христа как своего Спасителя, у тебя есть Его сила, Его Дух, и тем силам, которые у тебя есть, тем Духом, который у тебя есть, ты пользуешься и идешь, и делаешь учеников, и строишь церковь. Вот. Поэтому ответ – нужно ли всегда переживать Бога? Особым образом, всегда ли нужно молиться, чтобы люди падали на землю, чтобы люди переживали и крестились Духом Святым? Ответ – нет. Всегда это не нужно делать, но всегда нужно помнить, что мы добровольно, доброй волей должны понимать, почему Бог дал нам Свой Дух, почему Бог спас нас, почему Он спас меня, потому что Он любит меня. А вторично, Он говорит, когда ученики пришли ко Христу, Он сказал им, «Я сделаю вас ловцами людей, я сделаю вас ловцами людей, я спас вас, и делаю вас теми, кто будет спасать других». Вот смысл христианства, вот цель христианства – спасать людей через церковь, строить церковь, чтобы воля Божия произошла как на небесах, так и на земле. Аминь. Как завершилось это пробуждение? Неправильно говорить «завершилось», потому что этот огонь отправился в Украину, и мы знаем, что в Украине там полно евангельских церквей. Это одна из причин, я бы даже сказал, что главная причина, почему Путин обломался. В тех городах, где особо сильные церкви, они как крепости, которые невозможно завоевать. Украинцы планируют принять закон, что легально каждый житель Украины имеет право носить оружие. Что можно сделать с такой страной, где у каждого есть оружие? Что можно сделать в такой стране, где у каждого дома калашников? Кто туда полезет вообще? Нужно быть сумасшедшим. Там все ясно. Именно в тех городах, где самые сильные церкви, и откуда это все? От этого ветра в Таллине, которое пришло во весь Советский Союз, и как только упала эта железная занавес, церкви начали расти. Начали расти. И в Украине полно таких церквей. И в Латвии тоже было пробуждение. И потом, когда мы возобновили независимость, здесь церкви росли, как грибы после дождя. Пенсакол. Пенсакол. 1958 год, 18 июля. До этого, в 1993 году, доктор Йонги Чо, он молится за Америку, пальцем вводит по карте, и показал конкретно на Пенсакол. И сказал, это очень интересно, действительно сверхъестественно. Вот пророк, который правильно, точно пророчит, показывает конкретно на Пенсакол, и говорит, он молится Богу, помилуешь ли ты Америку, или все-таки Америка будет уничтожена. Палец на Пенсакол. И Бог говорит, еще раз туда я отправлю пробуждение. Еще одна надежда, еще одно пробуждение. И так и произошло в 1995 году. Это была церковь. Пастор Фил Партрик. Церковь, которая уже росла, которая отправляла миссионеров. Церковь, которая не удовлетворена была тем, что у них было. Они молились Богу, мы хотим больше. Мы хотим больше. Они были молитвенниками. И эти молитвы были очень горячими, потому что они хотели больше. И как он сам пишет, что казалось, что небо как будто бы не открыто. И Стив Хилл, который уже на небесах. И у Стива Хилла была полная церковь. Уже 2-3 года вперед у него было запланировано место, куда он должен ехать и служить. И каким-то мистическим образом освободилось окно. И он решил, он приедет. Именно в тот день. Поэтому Стив Хилл, он связан с этим пробуждением в Пенсаколе. Это церковь и Стив Хилл. Кстати, он был в Латвии. И я у него был на служениях. Он меня не посвятил никуда. Но он молился за меня. И Бонке молился за меня. Я использовал эту возможность себе нехин. Я ездил, ходил на их служениях. Я попадал к ним, чтобы они помолились за меня. В первый раз у Бонке у меня не получилось. Но второй раз получилось. Он подошел и помолился за меня. Возложил руки. А остальное уже вопрос моей веры. Я принял. Все в процессе. Ты знаешь, что это церковь. Иисус говорит, что Божье Царствие, оно подобно муке, в которую закваску положили, вмешали, которое растет. Это тесто растет. Как семя горчичное, которое сеет. Самое маленькое семя, но вырастает. Самое большое дерево. И, друг, ты в церкви, которая имеется пробуждение. Ты в церкви, где есть все предпосылки. Ты в церкви, где упомянутая таллиннская ветер. Это все уже происходило. И уже все принято. Мы это все пережили. Каждый своим образом. Это не чуждо для нас крещение Духом Святым. Не чуждо для нас Дух Святой. Все, что нужно, идти вперед и пользоваться той силой, которую Бог нам дал. Уже не нужно ждать особых эмоций. Мы не должны ждать особое переживание. Мы должны пользоваться тем, что у нас уже есть. И мы это будем делать. И в Пенсаколе, именно в тот момент, в 95-м году, 18-го июня, когда служил Стив Хилл, вдруг так же прозвучал звук, как ветер. Пастор смотрел на аппаратуру. Не испортилось ли что-то? Звук оттуда может... Но всем было ясно, что это не аппаратура. Это не было как в Таллине, как звук стола локомотивов. Но тоже был звук, шум. Я слышал... Такой фильм есть на русском преображении. Где-то люди с такими глазками... Он не записан. Есть запись, а видеозапись можно и слышать, и видеть. Там подобное происшествие. Когда Дух Святой пришел в такой мере, что был звук ветра, пастор выключил аппаратуру, а звук продолжался. И там началось пробуждение. Это не было так грандиозно и таким великим, как в Пенсаколе или в Таллине, но это изменило этот регион на какое-то время как минимум. Я не знаю, что происходит сейчас в этих местах, потому что, как я сказал, это единичное переживание, минифестация Святого Духа – это одно. Но главное, что ты понимаешь разумом. Что в твоей голове? Ты разумом понимаешь, почему это тебе дано и что это тебе дано. Вне зависимости от того, чувствуешь ли ты что-то сегодня или нет, у тебя есть сила Духа Святого. Сильно ли ты Церковь? В команде ли ты? Потому что один… Много таких людей, которые по одному борются, но если они не в церкви, один в полневое. Бог хочет, чтобы мы в сильной церкви были. Он есть голова, а мы Его плоть. Это Божье Слово говорит. И Божье Слово говорит, что нельзя говорить руке, нога и мне тебе не нужно. И глазу говорить, что ухо ты вообще не нужно в плоти. Он голова, а мы плоть. Мы все нужны. И мы едины. Мы как локальная церковь едины. И мы едины с остальными церквями. Хотя даже если они не хотят. Но мы являемся. И важно, как мы это понимаем. И знаешь, Бог тебя благословит. Бог нас благословит. Мы еще увидим Божью честь, Божье величие. Мы переживем Божье величие в Латвии. И не обязательно, что это будет звук, как 100 локомотивов. Не обязательно, что это будет как ветер, духовение ветра с выключенной аппаратурой. Не обязательно. Но и это может быть. Это тоже может произойти. Но это не главное. И главное для меня, это я. Идти и делать учениками других людей. Я начинаю с своей группы. Вот где ловушка. Пробуждение. Служение. Пробуждение. Служение Духа Святого. Мы такого не делаем. Служение Духа Святого. Там пробуждение. Люди приезжают, приходят на служение, чтобы за них помолились. Это неплохо. Но это не самое главное, к сожалению. Пробуждение связано с двумя аспектами. Одно, что ты переживаешь эмоционально. Второе. И самое главное, что ты разумом понимаешь. И что ты своей волей принимаешь. Какие решения. Ну, переживаешь ты в Божьем благословении. Ну и что? Три дня ты полетел, как облако в небесах. А потом ничего. Главное идти, даже если ты не чувствуешь. Не важно, как Петрис Плакон себя чувствует. Не важно, как Марсис Йенс себя чувствует. Важно, что он делает и каковы их решения. Вот все пробуждение. И концентрация на проявлении – это проблема. Большая проблема. Это как служение идолам. Идолопоклонство. Это останавливает действие Святого Духа. Пенсакол. Он говорит, как волна, как волна снесла всех людей. Они бежали к алтарю и каялись. В результате люди со всей Америки, со всего мира приезжали в эту церковь и переживали это. Там с утра по ночь были целые полицейские, иногда даже наркоманов и преступников привозили не в тюрьму, а в эту церковь. Писали об этом даже самые популярные американские СМИ. Знаете, журналисты всегда ищут негативное, но все исследовав, они поняли, что там действительно что-то сверхъестественное, что-то хорошее происходит. И даже самые популярные СМИ Америки вещали об этом и исследовали, что происходит в Бронсвилле. За несколько лет эту церковь посетили миллионы людей, миллионы людей. Модрис Азланкевич тоже туда ездил. Он пригласил Стива Хилла сюда. Я был тогда на этих служениях. Сейчас он уже на небесах. И он тоже пережил. Именно в тот момент, когда он пережил это, я был в этом, на его пути появился. И скорее всего, я от всего этого воспринял свои духовные антенны. Но это не главное, не решающее. Я в 2000 году в тюрьме, в изоляторе тюремном, родился свыше и получил силу Духа Святого. Все. Этого достаточно. Я принял Христа своим Спасителем и принял Духа Святого. У меня есть Дух Святой. Даже если я не говорил бы на языках, я бы все равно делал то, что я делаю. Нет языков. Есть два в мире известные служителя. Один Рейнхард Бонке и второй Билли Грекхем. И Билли Грекхем, смотри, он умер в 100 лет почти, 21 февраля 2018 года. Ему было 99 лет. Билли Грекхем, баптист. Он баптист. И я сам читал его книги, и мне хотелось его выбросить. В то время я хотел выбросить его книги. И мне кажется, в те времена я ее выбрасывал. Но во второй раз сегодня я бы не выкинул. Я не выбросил, но я кому-то отдал. Я просто не хотел ее читать. Мне неинтересно было. Потому что не соответствует библейскому контексту. Действительно, в вопросе о крещении Духа Святого не соответствует библейскому контексту. Но нет ли у него Духа Святого? Они приняли, это для них нечто другое. Ты родился свыше, и ты получил этого Духа Святого. Пятидесятники, они верят, что Бог вместе с тем, что ты родился свыше и получил Духа Святого, Он дает тебе еще помазание, что ты можешь служить чудесами и знамениями. И это одно отличие, единственное отличие. Сила есть фактически у каждого рожденного свыше христианина. Но служение и исцеление чудесами и знамениями – это отличающееся нечто. Это то, что произошло в Деяниях 5 глава. Это отличие. И по-моему, это не соответствует контексту, но это не самое главное, не самое важное. Мы концентрируемся. Вот, ты не веришь в крещение Духа Святого, поэтому ты такой лузер. Поэтому и не получается у тебя служение. Это неправда. Опыт показывает, и не только опыт. Вообще. Вся моя суть показывает, что это не самое главное, не большое значение. Самое главное – мое решение. Пользоваться тем, что мне уже дано. Есть крещение Духом Святым? Нет. Если я должен выбирать, мне нужно крещение Духа Святого. Потому что это контекст Библии, это необходимо. Я хочу эффективно слушать Богу в силе, с чудесами и знамениями. Я хочу дары Духа Святого, дар мудрости, исцеления, дар познания духов, дар веры. Я все это хочу. Это все помогает служить людям. У Иисуса были эти дары. Могу ли я без этого? Оказывается, могу. Билли Грэгхэм, баптист, который не верит в крещение Духа Святого. Смотри, он прожил долгий век. Он 61 раз попал в список самых важных и самых великих людей Америки. На первом месте был Обама, второе место. Это было во время Трампа. На втором месте был Трамп, и Грэгхэм получил четвертое место. В свое служение он проповедовал Евангелие более чем 250 миллионам людей. В 185 государствах мира у него было влияние. Его портрет был почти на всех пресс-релизах, пресс-выпусках. Его имя между 100 главных людей, самых великих людей мира. Он был советником многих президентов Америки. Он сидел рядом с президентами и был фактически духовным отцом им, консультантом. Вот, Билли Грэгхэм. Не круто ли? Второй человек, Рейнхард Понке. В 2000 году, в ноябре, в Нигерии, на служение пришло 6 миллионов людей. 6 миллионов людей, чудесами и знамений. И люди оставляли свои коляски, чудеса и знамения. В заключательное служение 1,6 миллиона пришли. Это люди, которые вышли на покаяние. В целом, 3-4 миллиона людей приняли Иисуса Христа. Это самое большое количество. В течение всей миссии, здесь данные за 2007 год, за конец 2007 года, произошло 60 компаний, которые посетили 70 миллионов людей. Впечатляюще. Но и Грэгхэм тоже впечатляюще. Без всех чудес, без всей так называемой силы Духа Святого. Где отличие? Если я должен выбирать, то я выбираю вариант Бонке. Но знаешь, я выбираю нечто посередине все-таки больше. Бонке не строил церкви. Бонке не строил церкви. Он проповедовал. Компании. Конечно же, он вдохновлял. И местные, и другие люди поднимались, строили церкви. И в Африке, в результате служения Бонке, там действительно сейчас духовное пробуждение и растут церкви. где наши украинские братья, они недавно свидетельствовали, были в гостях. Я даже не знал их. Целый регион в их распоряжении. К одному африканцу на служение приезжают, вау, какие у вас дома большие. Слушай, это всего лишь туалеты. Это только туалеты. У пастора в церкви в Америке 3 миллиона людей. Пожертвования собирают машинами. Когда Иисуса принимают людей, их вывозят к алтарю на машинах. Они туалет еще и посчитали, что это здание церкви. Но это было только начало. Африка. Рейнхардс Бонке. Величие. Велико. И Билли Грекхем. Конечно, где-то посередине. Но самое главное – придерживаться принципов Библии. В первый раз. В первый раз. Может, будет слишком смело сказано, но в первый раз, как минимум, официально зарегистрировано со всеми доказательствами. В 1906 году, 9 апреля, это до апреля, до Пенсакола, пробуждение улицы Азус. Ты знаешь, что мы являемся плодом этого пробуждения? Один пастор изучал Библию, и он понял, что в Библии есть не только рождение свыше и принятие Духа Святого, но и особая сила для служения. И в тот момент, когда ты получаешь эту силу, приходит знамение язык. И была ученица, которая сказала, я в это верю, я хочу. Она помолилась и начала говорить на языках. И в этом месте она начала молиться, она начала в это верить. И произошло духовное пробуждение улицы Азуса. Я думаю, что каждый слышал о пробуждении улицы Азуса. 9 апреля 2015 года. В 2006 году начало, и в 2015 уже другая фаза. Сегодня там такое состояние музея, там никакой церкви нету, это все закончилось. Там были разные расколы, споры, но там было излитие Духа Святого. Люди пережили Бога. Там разные проявления были, бесы выходили. Там была каша, но оттуда. Туда, как в Таллинн, приезжали люди, чтобы пережить это. И оттуда по всему миру разносили это пробуждение. И в результате евангельские христиане, которые верят в крещение Духа Святого, сегодня, начиная оттуда, с улицы Азуса. Мы не можем здесь другие пробуждения описать, которые в другом месте происходили, может быть, в мире. Но на данный момент это движение выросло практически, ну уже, наверное, больше, до 600 миллионов верующих в мире. Второе самое большое движение сразу же за католицизмом. То есть, фактически, такая церковь, как у нас, и мы больше идем сразу же за католиками. И мы идем вперед. Мы действительно, как пример, тяжело, но все-таки мы идем вперед, мы растем. Скажи своему соседу, мы должны расти. Аминь. Мы должны расти. Аллилуйя. Духу Святому нравится это служение. Духу Святому нравится, когда говорит о нем, когда мы говорим истину. А как ты знаешь, что нравится? Я почувствовал мурашки по этому. Нет. Потому что я знаю, что я говорю истину, в чем я уверен, и Богу это нравится. И это будет нести плоды. И сегодняшняя тема… Тема. Сегодняшняя тема еще не началась. Сейчас я начну тему. И тема… Добрая воля. Добрая воля. Что такое добрая воля? Из толкового словаря. Добровольно – это то, что делается без заставления, без принуждения. Это добровольно. Или некий человек, который хочет это по своей воле, без повеления, без указания, без принуждения. В Ветхом Завете, книга Езекиили, 46-4, 4-5. Здесь идет речь о жертве. В Ветхом Завете было очень четко указано порядок жертвоприношения. И конкретное местописание говорит о том, что нужно жертвовать царю. Какой царь должен принести свою жертву. И здесь перечисление. Всесажение, которое князь принесет Господу в субботу-день, должно быть из шести агнцев без порока. И из овна без порока. Хлебного приношения ефа на овна. Конкретно. Ефа. Конкретно. На овна. На каждого овна. И все без порока. Без порока. А на агнцев хлебного приношения сколько рука его подаст? Добровольно. Айлея Гин на ефу. Конкретная обязательная жертва. Но в какой-то части. На агнцев. Сколько рука его подаст? Добровольно. Скажи добровольно. То есть через весь Ветхий Завет проходит, что были обязательные жертвоприношения и были добровольные жертвоприношения. Скажи добровольные жертвоприношения. И именно о доброй воле мы будем говорить. О доброй воле. И это очень сильно связано с пятидесятницей. К сожалению. Как бы кому не хотелось сегодня слышать о проявлениях и пережить что-то. Переживем. Переживешь. Переживем. В свое время. В свой момент. Если Бог захочет. Если ты захочешь. Но это не главное. Это не решающее. Очень тесно связано добровольное и с получением Духа Святого. Духа Святого. Смотри. Псалом 118 стих. Благоволи же Господи принять добровольную жертву у уст моих. И судам Твоим научи меня. Добровольную жертву у уст моих. Бога. У Бога есть обязательные жертвы и добровольные жертвы. Но Богу нравятся больше добровольные жертвы. И я сразу же могу сказать, что без добровольных жертв нет пробуждения. Те же церкви в Пенсаколе. Пастор. Это были его слова. Он сказал. Никакого пробуждения не будет, пока вы не будете готовы к нему. Пока вы не будете готовы к пробуждению. А что значит быть готовым? Абсолютно добровольно. Добровольно готов делать все, что Бог тебе скажет. И ничего не будет. О, мы будем ждать, когда придет облако Божья честь. И поэтому мы в страхе, в эмоциях хотим что-то делать. Нет. Добрая воля значит без эмоций. Быть готовым до этого. Потому что пробуждение начинается с тебя. В тот момент, когда ты не переживаешь, а когда ты готов к этому. Не только пережить, но и пользоваться, делать, идти и оставить все. Иисус конкретно говорит, если кто не ненавидит своих родственников и даже свою жизнь, кто не оставляет все и не следует за мной, он не достоин меня. Иисус конкретно говорит, ты готов оставить все и следовать? О, Иисус, я буду за тобой идти, куда бы ты ни пошел. Кто-то говорил так, Иисус, вместе с учениками кто-то шел. Куда бы ты ни пошел, Иисус ответил. У лис есть норы, у птиц есть гнезда, а у меня негде даже голову свою положить. Ты должен быть готов от всего отказаться. Богатый молодой человек спросил, что мне нужно делать? Соблюдай заповеди. Я все соблюдал с рождения. Молодец. Он жил святой жизнью. Но Иисус посмотрел на него и сказал, возлюбил его и сказал, одного тебе не хватает, оставь все свое богатство и раздай бедных. Я не думаю, что так обязательно нужно было делать. Но сегодня, что нужно все отдать, это не значит, что ты должен быть готов. Он не был готов оставить все. Это богатство для него было важнее, чем Иисус Христос. Хилл Патрик так и говорил, это его слова в Пенсаколе. Никакого пробуждения не будет, пока вы не будете полностью готовы к этому. Пробуждение лично в твоей жизни, пробуждение в твоей домашней группе, в церкви, в нашей стране. И чтобы в нашей стране было пробуждение, нужно больше людей, которые готовы отказаться от всего. Точно так же и я вам говорю, кто не отказывается от всего, что принадлежит ему, не может быть учеником моим. Это мои слова или слова Иисуса? Авел и Каин, они оба жертвовали Богу. И жертву Каина он отклонил, а принял Авеля. Очевидно, что один был добровольным, а второй был недобровольным. С разными мотивами. Дух Святой говорит с тобой, друзья, это проповедь Пятидесятницы. И Пятидесятница сегодня, но не традициональная. Немного глубже, немного глубже, немного серьезнее. Смотри. Малахии 3.8. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Здесь речь идет о десятине. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Это то местописание, которое часто мы слышим при жертвоприношении. Но там речь идет о проклятии. Речь идет о проклятии. И Бог говорит, поэтому вы и прокляты. И все у вас падает из рук ваших. Почему? Почему нет благословения? Честно ли, можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадывать меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной и приношениями. Мы же несем тебе пожертвования. Мы же что-то делаем. Мы же все-таки что-то делаем. А ты говоришь, что мы тебя обкрадываем. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной и вторую часть. Слушай. И добровольными приношениями. Десятиной и добровольными приношениями. Десятину можно давать по-разному. И жертву приношениями можно по-разному. И служить Богу можно по-разному. Добровольные. Добрая воля. Единственный главный мотив служить Богу, что ты сам понимаешь, у тебя есть отношения с Богом, и ты сам из Божьего Слова понимаешь, что ты хочешь служить. Это не просто. Это не значит, что ты должен что-то чувствовать. Ты понял и принял решение своим разумом, своей волей. Ты понял? Я хочу строить домашнюю группу. Я хочу принимать участие в построении домашней группы. Я хочу вкладываться в эту церковь. Я хочу жертвовать. Я хочу давать десятину. Я сам этого хочу добровольно. Добровольно значит, что это будет просто и положительные эмоции будут. Нет, это не значит. Но добровольная. Добрая воля. Я добровольно подчиняюсь дисциплине. Если ты выбрал быть здесь, то ты добровольно выбрал эту церковь. Это моя церковь. Я добровольна в этой церкви, и я подчиняюсь дисциплине этой церкви. Аминь. Я принимаю это учение церкви. Даже если где-то что-то не совпадает с моей философией где-то в чем-то. Ради единства. Добровольно. Поэтому прокляты вы, потому что вы даете только обязательно. Потому что не будет благословения. Нужно давать, потому что не будет то и все. Нужно давать, потому что лидер сказал. Ты должен добровольно иметь решение. Скажи добровольно. Нужно еще раз повторить, что такое добрая воля. То, что делается, организуется без повеления, без принуждения. Без принуждения. И даже без манипуляций. Знаешь, однажды мне кто-то... В Украине я рассказывал этот случай. Еще расскажу. И десять раз расскажу. И сто и триста, если нужно будет. После служения. На следующий день. Было несколько дней эти служения. И один парень стоит возле этого дома, возле двери. И он говорит, слушай. Он ночью уже где-то переночевал. Он сказал, слушай, ты так говорил вчера. Я отдал все свои деньги. И я не могу сейчас уехать до дому. Дай половину хотя бы. Пусть половина останется, а половину возврати мне, чтобы я доехал до дома. Мне казалось, конечно, странновато, но мне отдал. Видишь, добровольно. Они, вот пастор так говорил, что я все должен отдать. Потом все отдал, и потом ничего не осталось. Слушай, это вопрос твоей веры. Можешь ли ты действительно, или можешь ты все отдать. Ты должен понимать, сколько ты можешь дать. Сколько, и как, и когда. Добровольно. Потому что только добровольная жертва нравится и угодно Богу. Но в то же время хорошо, если ты слушаешь дисциплину, и ты понимаешь, что это обязательно, но ты принимаешь решение добровольно делать. Есть обязательная вещь, которую нужно делать. Обязательная вещь. И ты подчиняешься. И это тоже добрая воля. Когда ты позволяешь себя мотивировать, позволяешь лидеру себя мотивировать. Это добровольно. Ты используешь этот механизм и дисциплину, чтобы самому стать дисциплинированным, и достигнуть успеха, и дойти до конца и до вечной жизни. Понимаешь ли ты что-то? Очень хорошо. То, что делаешь по собственной воле. Без повеления, без принуждения. Итак, неимение доброй воли вызывает фактически то, что Бог не может действовать через какие жертвы, которые мы приносим. Псалом 109.3. Здесь речь идет, что в Ветхом Завете, в Ветхом Завете речь идет о новой эре, веке Христа. Здесь написано, твой народ твой готов во благолепие и святыни, из чрева прежде деницы, подобно росе рождение твое. В Ветхом Завете было суждение. Если нарушалась заповедь, то там были смертные приговоры, другие приговоры, разные наказания. Но в Новом Завете мы становимся сами такими, которые мы способны в духе выполнять Божью волю. И из-за этого нет плотских каких-то наказаний. Это наша личная ответственность перед Богом и перед людьми. Твой народ готов будет благолепие и святыни. Скажи, благая воля. Благая воля. Это связано с благой волей. Ездра 2.68. После Вавилонского плена, когда вернулись и возобновляли храм, здесь написано, когда возобновляли храм, некоторые давали добровольно в Дом Божий добровольно. Это было пробуждение. Израиль был возобновлен. Возобновлялся. И пробуждение связано с доброй волей. Пока не будет доброй воли, не будет никакого пробуждения. Обязательные жертвы очень важны. Но без доброй воли здесь ничего... Как можно еще сравнить добрую волю с жертвой? Например, если ты спортсмен... В любой школе, куда бы ты ни пришел в какую-либо структуру, если ты решаешь, что ты хочешь быть в этой структуре, в команде, в этой бизнес-команде, в футбольной команде или в другой команде, я хочу быть там, но там свой порядок, там обязательные условия. И ты подчиняешься, ты входишь в эту команду, и ты часть из них, потому что вместе вы достигнете успеха, такого успеха, который ты не можешь сам получить. Я буду в церкви, например, этой организации, я буду в этой организации, потому что сам я этого не могу, но вместе мы можем. Но добровольно, принимая решение быть в конкретной команде, ты подчиняешься порядку этой команды и дисциплине. И вот эта дисциплина в команде, это обязательная жертва практически. Но твое решение быть в этой команде, это добровольно. Но во всем этом, что ты подчиняешься и слушаешь, даже если ты не хочешь, это твоя добрая воля. И только добровольные жертвы могут нести реальные благословения, реальный рост. Ты сам хочешь, ты сам идешь и сам делаешь. Аминь. Мы сейчас дойдем и до Духа Святого. Сейчас дойдем и до Духа Святого. Первое Коринфянам 9.17. 9.17. Павел говорит, если я это добровольно делаю, то тогда у меня есть зарплата. Если на повеление, то есть только веренное мне служение. Павел говорит, что мне никто не показывал ничего. Я сам родился свыше и сам начал служить. И только впоследствии я пошел и познакомился с апостолами, и мы сравнили учения. Это был подобный порядок. Мы сравнили эти учения. Я апостол для язычников, не апостол для Израиля. Но я сам это получил. Я получил это видение от Духа Святого. И отличие в том, что он делает это добровольно и имеет оплату для этого. А если только по повелению, то у меня есть только зарплата, которую дает начальник. Если ты хочешь полноценную зарплату, то делай это добровольно. Знаешь, один из принципов. И в церкви, и в служении, в бизнесе, на работе. Если ты хочешь, чтобы начальник тебя заметил, может, начальник в первую очередь. И в церкви поставлены люди в мирских организациях. Везде сделают больше, чем от тебя требуют. И тогда приди пораньше на работу, например. Есть люди, которые стали миллионерами. Они изначально бесплатно работали. Только потому, что они делали это добровольно. Они хотели там работать, хотели именно это делать. И именно в той сфере, в которой вот именно они хотели. Когда основная цель не деньги, а идея. У нас есть идея. Богом благословенная Латвия. Это не идея. Это Божья воля благословенная Латвия. И церковь Христос миру в каждом доме Латвии и вне Латвии. В Латвии в крови Христа очищена белее снега. И не обязательно должна штукатурка сыпаться. Слушай, почему я на следующей неделе, так, в пятницу, у меня уже все путается, но я не знаю, где буду завтра. Я не знаю. У меня для этого есть Луиза, которая мне помогает. Она мне говорит, пастор, сегодня во столько-то, во столько-то тебе должен быть там и там. Пастор, во вторник нужно ехать туда-туда. Во столько-то будет автобус или на своей машине. Вторая неделя, я уже знаю, что-то. Курзема, Салду, Скулдига, Тукумс, Павел Оста. Каждую неделю в другом месте и не знаю, где буду уесть, где буду ночевать. Но там есть человек, который кормит. Но все равно это ненормально. Это ненормальный режим. Это ненормальный режим жизни. Почему я это делаю? Пятьдесят городов. С ума сойти. Пятьдесят городов. Почему я это делаю? Меня кто-то заставил? Мною манипулируют? Кто-то мне доказал это? Нет, это видение, которое Бог дал нам, нашей церкви. И не только нашей церкви, а всем церквям в Латвии. Кто-то это видит, а кто-то не видит, что мы должны заботиться о благополучии нашего народа. Мы должны заботиться, чтобы Евангелие было во всех сферах, в каждой школе, чтобы звучало Евангелие, чтобы в панораме звучало Евангелие, чтобы везде было Божие Слово, чтобы в Сейме были Божьи законы, чтобы наши дети ходили в школы, где их не превратят гендером в гендерах. Мы сами строим свою страну. Мы сами свое счастье куем. Куем. У нас гимн «Бог благословил Латвию». Добрая воля, которую я схватила, это видение. И наша церковь, мы всегда говорим о видении. В каждой домашней группе 15-20 минут в конце. Что? Видение. Что говорит лидер в твоей домашней группе? Если он не говорит о видении, в твоей группе никогда не будет... У вас будет только дружба, семейка. Благополучие происходит от видения. Когда ты сам принимаешь решение. Я хочу участвовать в этом. Я сам понимаю от Бога. Это Божья воля в моей жизни. Аминь. Бог хочет благословить тебя. У Него есть план в твоей жизни. И каждый в своем месте, каждый в своей группе, в каждой церкви, в своей церкви. В церкви Христос миру. Аллилуйя. Познай громкое Слава Богу. В августе, сентябре, в октябре, первой неделе октября, запланирован ряд евангелизаций по всей Латвии. Смогу ли я приехать? Я хочу ездить по всем нашим церквям. Но осень начнется кампания в Риге. Я буду стартовать из Риги. Из списка Риги. Мне важна Рига. Но я поеду по всем латвийским городам. Как же делать? Придется ездить по Риге, по всем районам. И придется ездить по всем этим городам. Как это сделать, я не знаю. Но я добровольно это хочу. Я не знаю даже, как это сделать, но я это хочу. Я хочу быть везде. Мне нужно двойника, как у Путина. Была такая группа «Ласковый май». У этой группы были двойники. Я был на этом концерте на Востоке. Я до сих пор не знаю, это были истины или нет. Или этот… Юрий Шатунов этот, правда ли это был? Потому что этих групп было несколько, и они много денег зарабатывали. Это всеобщий известный факт. Они нашли похожих парней, вставили фонограммы и пускали. Почему я здесь стою? Кто меня заставляет? Кто манипулирует мной? Я сам собой манипулирую. Я сам собой манипулирую. У меня есть видение. У меня есть видение. У тебя есть видение. Это добрая воля. Бог может благословить. Бог реально может прийти на базе доброй воли, на добровольную жертву. Кто нас заставлял? Помните? Ну что, церковь? Будем устроим молитвенное собрание. Знаете, сколько это будет стоить? И это много стоило. А мы должны были ремонт заканчивать здесь и это молитвенное собрание собрать. Ну, что делать? Все готовы? Все сразу же руки поднимают, хоть и не собираются все делать. Но не все. И мы, как церковь, мы это сделали. Появилось. Устроили мы это молитвенное собрание в результате. Представляете? Был пикет. Был пикет. Был пикет. В четверг был пикет у Сэйма. К Сайму не пускали, но рядом мы стояли. Я прямой эфир пустил за долгое время впервые против вот этот суррогатный закон брака, который собирались принять в третьем чтении. Мы в первые двух чтениях уже приняли, и все, что мы могли сделать, мы вышли на пикет. И депутаты сорвали кворум, они не голосовали, не было кворума, а мы были на пикете. И помните, мы сделали пикет на площади свободы. Зачем это делать? Для этого и нужно делать, что шаг за шагом, разные такие мероприятия, мы создали такое давление, что депутаты национального объединения не голосовали. И этот закон не приняли. Хорошо, они будут бороться дальше. Они все уверены в правильности этого закона и так далее. За ними и Сорос, деньги, политика, и все за ними стоит. Но за нами Бог. Не приняли. Почему? Кто заставлял делать эти протесты? На последний пикет я так и писал в группе. Такое аудио записал в группе. Не обязательно. Ну, в полдевятого утра. Кто может себе позволить? Но кто может? Я действительно со всего сердца, от всего сердца думал. Кто может и придите, чтобы я не был там один. И пришли те, кто лично хотели, сами хотели. Только потому, что сами хотели, поэтому и не приняли этот закон. Ладно, ладно, не только поэтому, наверное, но мы добровольно это делали. Мы это делали добровольно. Никто не заставлял это делать. На основании доброй воли, как это говорит Килл Патрио. Мы не будем готовы к пробуждению, если мы не будем готовы себя добровольно отдать, чтобы работать для пробуждения. Я тебе скажу, очень хорошая проповедь. Аминь. Давайте поаплодируем. Павел говорит, 1 Коринфянам 9.17. Будучи свободен от всех, 9.19. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, давал больше приобрести Иова. Еще раз, одна причина, почему одних людей Бог благословляет, а вторых нет. И благословение — это не только деньги и так далее. Благословение — это отношение с Богом, и в какую сторону ты идешь. Это благословение в первую очередь. И во-вторых, конечно же, благословение в служении у всех остальных. От чего же это зависит? Иова 39.9. Захочет ли единорог служить тебе? Захочет ли единорог служить тебе добровольно? Если человек без видений, ты сидишь в церкви, и ты не принял это видение? Или ты сидишь удаленно? Это пастор, не твой пастор? Иова 39. Будет ли что-то добровольно делать в Латвии? Люди, у которых есть два паспорта, кто слушает «Россия-24», и даже если это запрещено, которые фанаты Путина. Эти единороги заступятся ли за Латвией? У них другое видение. У них другая информация по своим каналам. У них другое видение. Захочет ли единорог служить? Не захочет. Поэтому, друзья, единороги. Пришло время прийти и стать домашними, добровольными, которые сами видят видение, принимают свою церковь сами. Вот служение Пятидесятницы. Вот в чем сила. Сила в кулаке? Нет. Мы сильны Божьим Словом. Мы сильны Божьим Словом. Своим Божьим Словом. Учениями, молитвами, лидерами. Мы сильны вместе. В первую очередь, мы сильны потому, что среди нас есть жертва добровольная. И первый пример вам показывает ваш пастор. Не сильно у меня есть эта добрая воля. Ну зачем мне все это? Все, что мы это делаем. Там же с ума можно сойти. Еще хотел что-то рассказывать, но я понял, что не будет корректно это сказать. Ладно, ладно, расскажу. Было такое происшествие, что я был зол. Вы видели меня когда-то злым? Да. Я каждое воскресенье вижу за кафедрой пастора, который злится. Церковь состоит из людей. Где есть люди, там есть разногласия. Не так ли? Кто в церкви из вас никогда не ругался друг с другом? Может быть, есть кто-то? Не знаю. Есть кто-то? Никогда не ссорился ни с кем. Ну да, есть. Несколько людей святых у нас есть. Нужно наехать на них, чтобы научились терпению, как это когда нападают. Ну классно, что у тебя так не бывало. Очень хорошо. Но я думаю, что это не навеки. Там, где есть люди, там всегда есть проблемы. Всегда. И в церкви, и между людьми, и даже в партии. В партии мне одна девушка сказала. Слушай, ты впервые в партии? Я сказал, да, я впервые в партии. Да, я впервые. Я сказал. Я сказал, йо хайды. Порядок там наведи в своей администрации. Наведи там порядок, йо хайды, я сказал. Я был злой. И это причина вообще уйти. Зачем мне все это? Беспорядок. Ты с кем-то там поругался? С кем-то? Не со всеми. Если со всеми поругался, то я уже не знаю, что делать. Но с одним человеком ты разругался. Если в церкви так, то я ухожу. Если в партии так, то какой-то бардак в администрации. Все, я ухожу. Я поднимаю руку и все, ухожу. Знаешь, эмоции, злость, разные мысли в голове. Ты начинаешь понимать, откуда эти мысли. Позлился, позлился. Но поэтому я ухожу откуда-то. Ну ладно, позлился немного. Прошло. Принимаю ли я какие-то решения, основываясь на этом зло? Не продолжаю ли я ездить на эти мероприятия? Не буду кандидатом? Нет. Потому что я добровольно принял это видение. И в первую очередь это не люди, а Бог. В первую очередь за Богом я иду. И точно так же в церкви. Те, кто единороги, которые не лесные, а домашние, которые приняли это видение. У кого нет этой доброй воли и этой добровольной жертвы, они разругаются с кем-то и решают ничего не делать. Вообще уходят или становятся инертными. Но если у тебя есть видение, те, кто домашние единороги, они помирятся. Они пропустят это мимо ушей. Что Иисус говорит? Если у тебя забирают твою рубашку, отдай ему и вторую рубашку. Люди без духа, без видения, без принадлежности, они не могут быть добровольными. Если у тебя есть принадлежность, если у тебя есть видение, вот тогда ты можешь быть добровольным. Друзья, добрая воля, откуда она появляется? Откуда появляется добрая воля? Ее нужно тренировать. Марка 1438. Очень длинная проповедь, не так ли? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Дух доброволен. Как же тренироваться? Я не хочу быть служителем, как Иисус говорит. Я вас не называю служителями, я нас называю друзьями, божьими детьми. Как? Молитесь. Видите себя как бодрыми, добровольными. Молитесь за видение. Визуализируйте. Ставьте перед глазами. Богом благословенная Латвия. Церковь Христос миру. Ставьте перед своими глазами. Молитесь, чтобы не попасть в искушение, потому что Дух бодр. Я хочу духовно быть бодрым, а воплоти не получается. Молитесь. И тогда следующее местописание. Ходите в Духе. Тогда вы... Ходите в Духе. Вот, о Духе мы говорим. Я пережил Духа Святого. Я пережил проявление. Так это ощущаю, я это вижу. Но, друг, это все должно проявляться. То, что Дух Святой в тебе, это должно проявиться в доброй воле. Какое крещение Духом Святым? Какое крещение? Какой Дух Святой без доброй воли? Потому что Галатам 5.7. Ходите в Духе. И далее написано, плод же Духа. Есть дары Духа, а есть и плоды Духа. Дух Святой в тебе. Служение Духа Святого. Это праздник Духа Святого. И Дух Святой живет в тебе, в первую очередь, после того, как ты признаешь Иисуса Христа, принимаешь Иисуса Христа, ты новое творение, и Он дает тебе плоды Духа, которые нужно практиковать. И плоды же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. То есть благость, добрая воля, это одно из плодов Духа. И против этого нет заповеди. Если мы живем Духом, то по Духу и поступаем. Мне нужно прикосновение снова и снова. Я приду на служение и получу. Ты, Сандия, у меня в сердце. Я часто тебя упоминаю каждый раз. 14 лет назад, когда Сандия пришла в церковь, она приехала из школы Ховарда Брауна. Очень хорошая школа. Ховард Браун очень сильный наш человек. И мы только начали церковь в Риге. Только начали. 40 человек собирались в... Она такая яркая была, такая маленькая, в яркой одежде, и такая быстрая, как юла. После служения подходит ко мне. Пастор, я хочу служить. Я говорю, иди пой. И она ушла в прославление сразу же. Неважно что, служить хочу. Это было ее желание служить. Она сказала, но если здесь не будет Духа Святого, я беру свои чемоданы и иду дальше. Если здесь не будет Духа Святого, я беру чемоданы и убираюсь. Я говорю, чтобы... И я решила, чтобы Саня не ушла, нужен Дух Святой. И мне самому тоже это нравилось. И люди у нас были такие. Мы сделали такую конференцию. Конференцию... Я на конференции сказал, сейчас мы здесь будем прославлять и молиться, так долго, пока не придет Дух Святой. Мы поем полчаса, час, полтора часа. Не приходит. И продолжаем. Люди приглашенные уже ушли назад домой. Приглашенные. И вдруг приходит то, во что мы верим, что мы ожидаем, это и приходит. Там происходили пробуждения и проявления. Люди бегали, падали. Там было очень странно. Очень странно было, вообще-то. Но... Было такое ощущение Божьего присутствия. Действительно было. Но... Окей. Это было в честь Сандии. Может, еще кому-то. Всему свое время, свое место. Но... Я не знаю. Я думаю, что Сандия тогда, тогда... Она это имела в виду именно о проявлениях, ощутимым образом. Я думаю, что она так это думала. Сегодня Сандия, будучи уже несколько лет в церкви, долгое время, она одна из лучших. Больше всех понимает, что это не самое главное проявление. И пастор, этот учитель этой школы, то же самое скажет Ховард Браун. Он встал против... Он пастор во Флориде. Он встал против государственного управления. И была там свобода во время ковида. Все консервативные, они ездили во Флориду, когда не могли выдержать эту гендерную идеологию. Там еще приплачивают. Нужно уплачивать, чтобы переехать туда, во Флориду. Это как страна в стране. Это Божья работа. И начало этой церкви действительно... Приход, начало этой церкви было, когда пришел Дух Святой. Но вне зависимости от ощущений, не нужно каждый раз что-то освежать. Освежать эмоции. Освежать эмоции. Эмоции важно. Но самое главное – добровольная жертва, на основании которой приходит все остальное. В этой церкви есть больше Духа Святого, чем везде в других местах. Ну, ты загнул. Нужно же быть патриотом в своей церкви. Аминь. Смотри, Ефесянам 5.9. Ты ходишь в свете? Плод Духа состоит во всякой благости. Если ты ходишь во свете, если ты родился свыше, если в тебе есть Дух Святой, то ты доброволен. Какой мотив служить лидеру? Потому что в церкви так принято. Это будет обязательная жертва. А где добровольная жертва? Смотри, 1 Петра 5.9. Водите свой народ непринудительно, а добровольно. Это не значит, что нет своего порядка в церкви. Это не значит, что нет епископов и старших пасторов в церкви. Не поэтому. Это обязательно. Обычная жертва. Но тут написано непринудительно, а добровольно, как Бог это хочет. Не ради зарплаты, но от всего сердца. Добровольно. Когда ты принимаешь на себя ответственность за служение в группе или вообще за какое-либо служение. Это должно быть добровольно. Аминь. 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 Чему ты сегодня научился? Ты чему-то научился сегодня? Деяние, вторая глава. Когда день Пятидесятницы пришел, все собрались в одном месте. С небес сошел огонь, и на всех сошли языки огня, и все начали говорить на других языках, как Дух давал им провещевать. И собрались иудеи из разных стран, из разных уголков иудеи. И когда они слышали великие дела Божьи, когда они слышали, что они говорят на языках, там было написано, что они смеялись, и они думали, что они пьяны, но Петр встал среди всего этого народа и начал проповедовать. Они не пьяны, как вам кажется, поскольку еще только второй час дня. Но здесь исполняются слова пророка Иоиля. «Я и залью из Духа Своего на всю плоть». Ваши дочери и сыновья будут пророчествовать, и так далее, и так далее, прежде чем придет великий день Божий. И каждый, кто пригозовет Иисуса Христа, будет спасен. И люди, которые слышали Петра, который проповедовал в силе, говорили, что же нам делать? «Вернитесь от грехов». Креститесь во имя Иисуса Христа, Отца и Сына, чтобы вы получили прощение грехов и Духа Святого. Господь обетовал, и в тот день к Богу пришло более нескольких тысяч людей. Несколько тысяч людей пришли ко Христу. Так началась церковь в Иерусалиме. Точно так же, как в Таллине, как в Пенсаколе и в других местах. Так началось это движение. В 2000 году, 17 марта, я родился свыше. Это тоже было, как ветер. Это тоже было... Я домой писала письма. Бог крестил меня Духом Святым. Я не говорил на языках, но у меня было такое ощущение. Я не знал вообще, что это такое. Но были такие эмоции. Новое творение. Я так был рад и полон радости. Бог спас меня и крестил меня Духом Святым. Языки, не языки. Мне не важно, это было. Я знал, что я новое творение. Я это пережил. Это было начало. Было начало. Потом, это помогло мне войти в добрую волю. Потом, почему Бог создал так, что люди влюбляются. Вот видишь, если есть эта влюбленность между нормальными людьми, двумя противоположных полов, это время, когда он не видит недостатков другого человека. Это то время, когда они могут ужиться и начать решениями уважать друг друга, узнавать и не разойтись при первых спорах. Так Бог создал. Так же и в Божьем Царстве. Бог дает эмоции, ощущения, переживания, которые помогают тебе какое-то время держаться в церкви. Но если человек идет в церковь и не учится, что самому добровольно нужно свое служение поднимать, добровольно читать Библию, добровольно самому, добровольно молиться Богу, добровольно приходить на служение, а не потому, что тебя тянут. Если ты не научишься этому, к сожалению, все останется только на уровне эмоций, и эмоции пройдут, это уходит, а потом больше нет ничего. Поэтому важнее все-таки принцип доброй воли, а не эмоций. Именно на базу добровольной жертвы приходит манифестация Духа Святого Божьего, потому что апостолы добровольно собрались в этой комнате и вместе молились. Там были апостолы, их жены, там были даже братья Иисуса, Яков и остальные. Они молились. Молились, потому что Бог Иисус сказал им, оставайтесь в Иерусалиме, пока вы не получите силу свыше. И ученики спрашивали, Божье Царствие в это время появится, ты начнешь править в эти времена, не ваша доля знать, когда, не знать время. Но вы получите силу, когда Дух Святой сойдет на вас, и вы станете моими свидетелями, как в Иудее, в Самарии и до самого конца мира. Скажи, у меня есть сила. У меня есть сила. У тебя есть сила быть свидетелем. У тебя уже есть. Давайте встанем. Отец Небесный, я прошу тебя, сгущай атмосферу, Господь. Дух Святой, освежи, в каждом разуме пусть будут твои мысли, освежи видение, дай наполнительные эмоции, переживания тем, кому это нужно в этот момент. Коснись. Дух Святой, дай сны, видения, мечты, Дух. Пришли исцеление души, кому это необходимо. Пришли духовное исцеление, пришли исцеление плоти, кому кто болеет. Спасибо, Дух Святой, и спасибо, Иисус, что ранами твои мы исцелены, полностью исцелены. Дух, пришли, новое желание нести добровольную жертву, чтобы это было добровольно, добровольно, добровольно служить тебе. Делай нас готовыми для сильной твоей, для твоей силы, для сильного действия. В имя Иисуса Христа. Я тебе расскажу быстренько. Я не знал, у нас в церкви есть ли Ангина, наш патриот нашей церкви. Оказалось, у нее есть свои дети, но оказалось, у нас есть Харальд. Еще один парень. Вот Харальд. Почему вы думаете? Он из Салкростов вообще. Да? Да, из Салкростов. Каким-то образом в Салкростов были истинные люди, истинные обстоятельства. Он родился там свыше. Он в нашей церкви. Но знаете, в Риге жила Ангина, и у нее по соседству жила твоя бабушка, да? И она с бабушкой молилась за Харальда. Два года. Просто молилась Богу. И Харальд где-то там, в Салкрост, родился свыше, и как-то из Салкростов приехал сюда, где Лиангина. Это так? Спасибо тебе. Представляете? Это молитва. Друзья, это молитва. Это естественно. Это только молитва. Нет, люди говорили, и, конечно же, рассказывали. Ну, вообще странно. Там в Риге молятся, в Салкросты появляются люди. Через других людей возвращается к Богу человеку. Это сверхъестественно. И в нашей церкви Бог на фоне нашей доброй воли, Он предусмотрел. Друзья, то, что здесь, в нашей церкви, началось, это никогда не остановится. Никогда не остановится. Никто этого не остановит. Если Духа Святого здесь, на этом месте, никогда не остановится, Дух Святой, я прошу тебя, Господи, манифестируйся в жизни каждого человека, в жизни каждого лидера, что ты на нашей доброй, вольной жертве, и ты приходишь своей силой, чтобы твой огонь пусть сойдет во имя Иисуса Христа, пусть уйдут болезни, пусть уйдут грехи, пусть уйдет непрощение во имя Иисуса Христа, пусть твоя радость придет, пусть придет прощение, твоя сила, помазание, живой Бог, пусть придет успех и достижения во имя Иисуса Христа. Боже, благослови Латвию, пусть Твой огонь придет, Твоя честь на нашу землю, чтобы мы это пережили во имя Иисуса Христа. Пусть Твоя честь, Твоя сила, слава придет на нашу землю во имя Иисуса Христа. Аминь. Воздаю громкую славу Богу. Воздаю громкую славу Богу. Воздаю громкую славу Богу. Воздаю громкую славу Богу. Воздухи. 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 Продолжение следует...